Всем-всем добрый день и огромный большой привет от моей мамы, ее мужа, а также его родственников из солнечного Кипра, а именно из города Пафос, где они все провели несколько приятных, погожих майских дней. Вы просили меня, а я в свою очередь просила маму сделать небольшие видеосюжеты и фото их совместного отдыха. И она все это сделала, прислала все это мне, и я вот уже монтирую видео и с ее слов снабжаю это видео комментариями. 4 часа 15 минут из аэропорта Гетвик до Пафоса и потом еще полчаса на такси до отеля 4 звезды, который называется Алоэ. Отель находится в 100-150 метрах от пляжа и в самом центре туристических развлечений. Вот вы видите просторный и симпатичный холл отеля, и, по словам мамы, здесь отдыхало много, очень-очень много русскоязычных туристов. Сама мама с ее мужем уже здесь не впервые, и прилетают они сюда для того, чтобы встретиться с сестрой маминого мужа, которая первые полгода живет в Австралии, а вторые полгода путешествует по разным странам. Так сказать, семейная встреча. А это вид с балкона отеля, и отсюда видно море, и все остальные достопримечательности. В стоимость поездки входит, конечно, перелет в оба конца, затем трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно, и размещение в гостинице с завтраками. И завтрак, по маминым словам, был достаточно разнообразный. Мама с мужем приехали сюда на 8 дней, а вот сестра, мужа, сестра Кена со своим мужем приехали на 3 недели. То есть на сайте отеля есть такая опция, если покупаешь 2 недели, то третья неделя идет в подарок. И они, как неработающие пенсионеры, частенько пользуются этой услугой. А вот симпатичный пруд с рыбками на территории одного из ресторанов, куда они приходили ужинать. Называется этот ресторан Secret Garden. Конечно же, они посещали очень много различных кафешек, ресторанчиков, маленьких баров, которых здесь на побережье очень много, и все они находятся в пешей доступности. А вот еще один их любимый ресторанчик, Viva Cypress. И мама говорит, что с прошлого года здесь ничего внешне не изменилось, разве только кухня. Ну, а в отеле, как вы знаете, свои развлечения, свои какие-то музыкальные вечера. А вот эта симпатичная девушка, это внучка Кена, которая тоже прилетела сюда со своим другом навстречу. Ну, а это опять мамочка, и я попросила сделать ее несколько своих собственных фото, чтобы вам показать в различных нарядах. И здесь вот она в китайском ресторане, который им очень-очень понравился. Вы знаете, хочу сейчас сказать несколько слов вот об этой женщине, которую вы сейчас видите на фото. Конечно, это моя мама, и для каждой дочки ее мама самая лучшая и самая прекрасная на свете. Но если смотреть вот так объективно, свои 72 года, эта женщина удивительно молода, молода душой, всегда на позитиве, всегда оптимистична и заряжает, знаете, прям вот такой энерджайзер, заряжает своей энергией всех. Некоторые говорят, что вот у нее постоянно такая улыбка на лице, какая-то неестественная и приклеенная. Ну, а мне кажется, что улыбка – это ее, знаете, состояние души, да, это ее характер и вот эта вот ее открытость миру, ее любовь к людям, ее жизнелюбие, ну и просто радость, радость жизни. Конечно, огромный стимул для меня и, я думаю, для многих женщин. А в этом году, 5 июля, у них с Кеном годовщина – 10 лет совместной жизни. И мы уже получили приглашение отпраздновать это знаменательное событие. Продолжение следует...